83 здания остались без горячей воды и отопления. В Братске произошел прорыв на теплосети. В одной девятиэтажке из-за сырости отключился и свет. Представители ресурсно-снабжающей компании рассказали, что прорвало трубопровод с горячей водой. Он залегает на глубине 5 метров. Для устранения аварии велись грунтовые работы. Они шли всю ночь. Подачу тепла в жилые дома и социальные объекты теперь ведут по обратной схеме. Планировалось, что жители почувствуют снижение температуры батареи приблизительно на 10 градусов. Однако пользователи соцсетей отмечают, что тепла нет совсем. Воспитанники детских садов и ученики школ остались дома. По словам губернатора, угрозы разморозки систем нет. Доступность городской среды для инвалидов будут развивать в Ангарске. Это жителям города пообещал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Личный прием он провел в городской прокуратуре. Одной из актуальных тем стал вопрос благоустройства. Также поступили жалобы на отсутствие парковочных мест для инвалидов на бесплатных стоянках и слабый звуковой сигнал светофоров. Еще одной из тем обращений стала социальная поддержка населения. А именно предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря семьям мобилизованных и доступность детских садов. Двое ангарчан-сирот попросили содействия в получении благоустроенного жилья. Встреча с жителями округа длилась более двух часов. В ближайшее время представители местной власти пообещали исправить все недочеты. Я убежден, что жизнь в городе Ангарске будет как раз лучше, в том числе благодаря этому приему. Поэтому многое из тех задач, которые нам нарезало население Ангарской высоты, будет взято на контроль как нами в Москве, так и прокурором Иркутской области. Полицейские задержали иркутянина, срубившего ель в черте города. В социальных сетях жители домов по улице Советской выложили видеозапись, на которой неизвестные пытаются срубить растущую во дворе ель. Поврежденный ствол не выдержал порыва ветра, и дерево упало на припаркованный автомобиль. Полицейские выехали на место происшествия и опросили свидетелей. Участников инцидента задержали. Подозреваемый рассказал, что считает дерево своим. Срубить его хотел для собственных нужд. Верхнюю часть ели планировал поставить дома, а остальное сжечь или выкинуть. На него составили административный протокол по статье «Нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения». Пожарные проверили 99 домов неблагополучных семей на пожарную безопасность. По информации МЧС, возгорание в квартирах и домах – самый частый вид техногенных пожаров в Иркутской области. Больше всего приходится на надворные постройки и частные жилые дома. К рейдам по жилому сектору присоединились сотрудники полиции, представители местного самоуправления, работники соцзащиты, управляющих компаний, волонтеры, добровольцы, а также старосты населенных пунктов. Проинструктировали более 240 человек, находящихся в социально опасном положении. Инспекторы призывают жителей Прибайкалья обращать внимание на соседей, которые ведут асоциальный образ жизни, ведь они составляют группу риска. В Братске и США параллельно проходят выставки берестяных картин. Их автор – Владимир Туляков. Он построил не только творческую, но и спортивную карьеру. В 70-х в Братске он тренировал бобслиистов и вместе с ними стал участником Олимпиад. При этом он всегда находил время на творчество и уже 50 лет занимается изобразительным искусством. Иконы занимают особое место в экспозиции и сердце мастера. Для картин требуется минимум цветов, а для изображения лика святых нужно разнообразие красок. Чтобы найти подходящую бересту, приходится приложить немало усилий. Заготовка материала, рассказывает автор, проходит в лесу. Выставка «Волшебство бересты» получилась вдвойне юбилейной. К 75-летию мастера и к 50-летию творческой деятельности в нее вошли 126 различных работ. Экологически чистая получилась выставка, потому что здесь только береста наша, сибирская, с наших мест и сибирский кедр. То есть оформление, рамки и местами резьба по дереву – это уже резьба по кедру. Ну и конечно представлены всевозможные предметы из бересты, в основном туеса, хлебницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова